Хактайм, друзья, и всем привет! В этом видео, в долгожданном видео, я покажу, как можно обновить прошивку флиппера на Unleashed. Потому что флиппер, по сути, приходит голый, целью безопасности, чтобы вообще его можно было продавать. Мы посмотрим две конкурирующие прошивки, это Unleashed и не Rockmaster, как многие подумали, это Unleashed и Extreme. Посмотрим, как можно залить двумя способами, по олдскульному и новый, который появился совсем недавно, в принципе был давно, сейчас его отладили, это с помощью веб-панелей и браузера. После того, как мы зальем прошивку, мы разлочим все частоты. Меня спрашивают, для чего разлочивать все частоты? Потому что плейлисты, ну это определенные файлы для работы с какими-то девайсами. В основном это какие-то пейджеры, типа ресторанных пейджеров, если мы хотим устроить флут пейджеров, и как-то прослушивать их, то нужно разблокировать эти частоты. Во-первых, зачем себя ограничивать, во-вторых, ну я скажу, что нужно соблюдать определенные правила безопасности. О них чуть дальше. Ну, начнем с того, что где найти прошивку Unleashed. Идете в Google, пишете Flipper Unleashed и попадаете на страницу. Вообще, хорошие ресурсы, которые называются Flipper Awesome. Он здесь находится. Мы будем много раз к нему ссылаться, много интересного, что туда возьмем. Но давайте посмотрим на конкурента. Это Extreme прошивка. Что нас отличает? Фичу Ричи, что мы включили много компонентов в прошивку, что мы самые стабильные. Мы провели много часов, переписывая ядро, а также прошивку Flipper, чтобы убедиться в стабильности. Также мы выкинули ненужные приложения, которые не работали. У нас есть кастомизация. В общем, в интерфейсе мы можем много чего выбирать. Например, я покажу. Например, интерфейс, там на настройки было Bluetooth. Там быстро что-то заблокировать, перезагрузить и так далее. Протоколы. Мы можем переключать протоколы Bluetooth в бета-кейборд и так далее. Скажу, что раньше она была в топе, потому что она хорошо умеет работать именно с атакой в бета-кейборд. Сейчас, почему она не в топе? Скажем так, посмотрим на дату релиза прошлый месяц, когда зайдем на Flipper Unleashed и увидим, что она обновлена 4 дня назад. Там change-log просто огромные, обновляется она с такой же скоростью. Давайте для примера. Сейчас видите, она обновляется через Web Installer, Web Reader. А еще есть версия Extra Pack, чтобы докинуть туда побольше тузов. Я использую именно эту. Но раньше она обновлялась совершенно по-другому. В принципе, и сейчас ее можно обновить по этому методу, если у вас вдруг что-то заглючило. Или у вас Linux, или у вас Mac, либо, не знаю, на коленке только есть комп. И, не знаю, у вас есть телефон, кардридер, и вам нужно обновить прошивку. Ну, хорошо, качаю 52-ю прошивку, при этом старую, намеренно старую. Скажу, давай, ассеты покажи мне, что в нее входило. Скажу, что нам нужна версия Flipper F7 Update Unleashed 02.zip. Именно эта версия подходит для обновления через сам Flipper. Версия TARGS подходит для обновления через QFlipper. Ну, зачем, когда есть сильно простой метод. Вынимаю карту из своего флиппера. Тут что-то уже есть. Сама карта является базой данных. Именно на нее ссылается флиппер. Сама прошивка находится в самом флиппере. Форматировать. Формат выбираем F32. Давай быстро. Готово. Дальше. Что нам нужно? Нам нужно открыть эту папку. И далее, сейчас скажу, прошивку, собственно, вот эту .zip скачать. Она у меня уже лежит. У меня был уже фокап просто с видео. У меня уже 20 минут накатало и понял, что у меня тут звук. Я создал папку Temp. Дальше. Из архива, что там есть, мы извлекаем эту папку. F7 Update Unleashed 0.52. Здесь лежат все запчасти для обновления. Дальше. Говорю копировать эту папку. И идем, собственно, сюда. В диск F. Флиппер вставить. Хорошим тоном здесь будет создать папку Update. Update Update и закинуть вон туда ее. Дальше все. Нам нужно вынять флешридер и вставить карту в флиппер. Вот такой хитромудрый сетап я намокил для вас. Дальше. Флиппер карты нет. Вынимаем из картридера. Чуть подальше. Вынимаем из картридера. Дальше вставляем. Постоянно путаю, какой стороной он вставляет. Дальше. Нету датабазы. Нету датабазы. Но нам все равно. Где меня все-таки поближе давай. Мы нажимаем кнопку вниз. Далее попадаем в браузер. Вверху написано браузер. И все. Право-лево мы не можем. У нас других папок нет. Мы идем в папку Update. И говорим вот здесь. Всем Update. Лежат запчасти. Нам нужно выбрать Update пакет. Бинарный. Дальше. Кликнуть кнопку права. Install. Ну все. Сидеть. Наслаждаться. Когда флиппер обновится. Он пишет сначала прошивку. Потом радиомодуль. Потом закидывает туда файлы. Исполняемые. Tools. Все, что есть в запчасти. Несколько раз перезагружается. Ничего страшного. Главное не прерывайте. Обновление. И все будет хорошо. Ждем. Гуляет ресурсы. Сейчас еще раз перезагрузит. Скажу все. Говорим дальше, дальше, дальше. Все ок. Дальше у нас появились applications. Наше основное меню. Дальше можем зайти в applications. И посмотрим, с чем у нас есть. Tools. BadBoot. Вот тут, кстати, очень мало в этой версии. Это была обычная версия. Не extended. Не большой пакет. И сейчас я вам покажу, как разлочить частоты. Выключаем наш флиппер. Надо выйти до экрана. Сказать спокойной ночи. Вынимаем нашу карту. И мы возвращаемся в браузер. Так, добро пожаловать назад. Для вас ничего не произошло. Для меня поменялась компоновка моего рабочего стола. Так, я беру card reader. Вставляю в него флешку. Вставляю его в комп. Дальше иду вот сюда. Выбираю флиппер. Дальше, чтобы найти файл, где разблокируются частоты. А, давайте так, так, только мало. Нужно пойти в SatGertz. Дальше, Assets. Дальше, Dangerous Settings. И открытие WordMot. Здесь мы разлачиваем частоты с 281 по 361, 378 по 481 и 749 по 962. А чем я говорил, что это может быть немного опасным? Вот эти частоты. Нужно понимать, что принцип микроволновки. Микроволновка работает на каких частотах? На высоке. 2,4 ГГц. Чем выше частота, тем выше нагревание передатчика. Это не включает в себя прием. Собственно, если вы используете частоты вот эти, то будьте добры, используйте их не более 5 секунд. К остальным никаким ограничений нет. Они очень редко где используются в плейлистах. В основном всегда пишутся какие-то частоты. Здесь меняем False на True. Дальше закрываем файл. Поздравляю, вставляем у вас снова прошитый и разлоченный флиппер. Это метод обновления через флеш-карту. Он работает всегда, он работает везде, он работает на коленке. Можно даже сделать через Android телефон с помощью флеш-ридера и OTG-переходника. Скачали, закинули, скачали, поправили. Все. Легко. На коленке даже когда компания. Так, теперь метод, наверное, самый простой. Самый удобный. Использование веб-загрузчика. Работает это дело только в хроме. Я советую использовать не просто WPDR, я использую еще с экстра-паками. Там много чего добавилось. Какие экстра-паки? Давайте посмотрим. Игры нам не интересуют, медиа нас не интересует. GPIO. Может быть, но... ПВ на гочи, флиппер-интерфейс. В этом курсе будет как собрать свой ПВ на гочи. Я покажу это устройство, которое автоматически собирает хендшейки. Просто вы ходите по улице, кладете его в сумку, а он деаутентифицирует, слушает. Очень-очень крутая штука. Стоит обратить внимание, я пока не видел. Tools. Дальше тут нас не интересует. IRremote. Пассворт-генератор. QR-код. Вот здесь есть крутые вещи. Например, MiFairfizer. Это то, что давно все хотели. Это BruteForce NFC. И вот здесь он появился. Ну, давайте не будем этот долго писать. И пойдем сюда. Скопируем ват эту ссылку. И откроем ее в хроме. Как я говорил, это дело работает только в хроме. А хром-то где? Скажу. John Do. Да, отстань ты. Последствую конфиденциальность. Ввожу ссылку. Жду коннект с флипером. Мне говорю, пожалуйста. Коннект с флипером. Включаю флиппер. Обязательно. Говорит, флешку воткни. Где моя флешка? Флешка в кардридере. И для чистоты эксперимента я очищу, форматирую. Так, хорошо. Вынимаю ее из кардридера. Ставил флиппер и возвращаюсь назад. Говорю connect. Выбираю здесь свой флиппер. Моего зовут Hovdo. Дальше отключиться. Дальше здесь выбирается сразу последняя версия. Unleash 55E. Это extended с дополнительными паками. Нажимаете install. Дальше он сначала загружает файлы необходимые. Потом закинет их на флиппер. Флиппер обновится. И все. Я это не буду показывать. Я поставлю на паузу. Он говорит, обратите внимание на свой флиппер. Да, действительно, там идет установка. Все, как мы видели в прошлый раз. И включится он уже обновлено. И тут я покажу, как можно через веб-интерфейс, не отходя от кассы, разблокировать все частоты. Все, флиппер перезагрузился. Нас интересуют файлы. Файлы, внутренняя память. Дальше, как я у вас учил, сабгерц, assets. И вот здесь есть файл Dangerous Settings. Вы его уже видели. Он у меня уже скачан. Может, правильный где-то есть. Сейчас посмотрим. Dangerous Settings. Если вы скачаете, то он будет выглядеть вот так. Просто если скачаем, то нужно будет опять менять имя. Вот у меня уже есть готовый. Что я нажимаю? Я нажимаю удалить. И дальше вот здесь нажимаю Upload File. Дальше я иду сюда. И кидаю файл. Upload. Готово. После этого нужно перезагрузить флиппер. И все частоты будут разблокированы. Ну, как-то так. А теперь маленькое объявление для моих зрителей на YouTube. То, что вы сейчас видели, является частью большого курса по Flipper Zero, который я запустил. И анонс был на моем канале. На курсе мы разберемся полностью во всех модулях Flipper. Как использовать. Что Flipper может, что Flipper не может. Где можно что-то подстроить. Что-то улучшить. Разберем бет USB атаки и бет Bluetooth атаки на клавиатуры и внедрение собственных пайлоудов. Разберем вообще, какие пайлоуды есть. Как их настраивать, чтобы они работали. И научимся писать свои пайлоуды под свои нужды. Записаться на курс можно прямо сейчас. Ссылочка будет в описании к видео. Стоимость я поставил совершенно демократичную. 3000 рублей. Обязательно буду ждать вас. Если у вас есть моя личка, то пишите напрямую за реквизитами туда. И любая вся информация по ссылке, анонсу в Telegram группе. Если понравился выпуск, поставьте лайк. Напишите какой-нибудь комментарий. И до новых встреч в Hacker Plant. Всем пока.